здравствуйте дорогие друзья и сегодня я хочу с вами поделиться невероятно вкусным рецептом шоколадного торта я его очень люблю он имеет невероятно насыщенный шоколадный вкус поэтому всем-всем-всем шоколикам он обязательно понравится для бисквита нам понадобится 50 миллилитров горячего кофе я буду использовать одну чайную ложку растворимого кофе потом его залью кипятком два яйца первой категории или одно яйцо нулевой категории пакетик ванильного сахара щепотка соли 1 чайная ложка без горки соды 5 грамм разрыхлителя 50 грамм какао желательно использовать хорошего качества 100 грамм муки 125 грамм сахара 90 грамм кефира 35 грамм растительного масла без запаха первым делом мы начинаем с того что в кефир и добавляем соду и даем постоять минут 10-15 муку смешиваем с разрыхлителем и какао до полной однородности дежу миксера отправляем 125 грамм сахара и два яйца щепотку соли пакетик ванильного сахара увеличиваем скорость миксера постепенно до максимума и взбиваем в течение 5 минут к этому времени масса должна уже стать белой снижаем скорость миксера до минимума и тонкой струйкой вливаем растительная масса кефир с содой и нашу муку с какао и разрыхлителем и 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 в приготовленную форму выливаем тесто и отправляем в духовой шкаф выпекаться приблизительно 60 минут при температуре 180 градусов для того чтобы бисквит пропекся равномерно верх формы накрываем фольгой нам понадобится 100 грамм черники 40 грамм сахара 5 грамм желатина и 6 грамм крахмала желатин замачиваем в 30 граммах воды и начинаем заниматься нашими ягодами даем им немного разморозиться и засыпаем сахаром ставим на огонь и даем сахару слегка раствориться с ягодами они должны пустить сок и после этого мы с вами добавляем крахмал хорошо перемешиваем ставим опять на огонь и варим пока наша масса полностью не загустеет даем ей немного остыть и после этого пюрируем блендером если вы любите конфи без косточек и шкурочек тогда советую пропустить всю эту массу через сито набухший желатин отправляем еще достаточно горячую черничную либо черно-смородиновую смесь и вымешиваем до полного растворения в кольцо обтянутое пищевой пленкой выливаем нашу черно-смородиновую либо черничную смесь и отправляем в холодильник до полного застывания теперь приготовим крем-чиз и для него нам понадобится 60 грамм сахарной пудры 150 грамм сливочного сыра и 250 грамм сливок жирностью 33-35 процентов в дежу миксера выливаем наши сливки и отправляем в морозилку на 25 минут для того чтобы и дежу и сливки были очень холодными сливки начинают взбивать постепенно увеличивая скорость миксера до средней и взбиваем так до мягких пиков после этого постепенно начинаем добавлять сахарную пудру увеличиваем скорость миксера на максимум и постепенно начинаем вводить сливочный сыр «Последний сыр» 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 вымешиваем крем до полной однородности готовый бисквит достаем из формы и оставляем для созревания на ночную или хотя бы как минимум на 6 часов для сборки торта разрезаем бисквит на три части на дно формы укладываем бисквит потом идет у нас слой крем чиза аккуратно вынимаем конфи из формы и укладываем на торт слегка утапливаем конфи в креме и сверху наносим еще один слой крема а а а а а а а а а Сверху укладываем корж. И наносим еще один слой крема, корж и сверху покрываем кремом. Ну, а теперь я вам покажу внутренний мир нашего тортика. Вот такой замечательный получается разрез. Вы можете сделать также два слоя конфи. Все тут на ваше усмотрение, по вашему вкусу. Обязательно попробуйте данный рецепт и напишите мне в комментариях, понравился он вам или нет. Я буду очень сильно ждать от вас ваших комментариев. Если вы были с нами сегодня впервые, значит обязательно подписывайтесь на мой канал. И, конечно, нажимайте на колокольчик, чтобы не упустить новых видео. Всем пока-пока!